Экофест Skyway Собрал сотни гостей, инвесторов проекта Skyway и 40 стран мира и на целый день сделал строящийся центр демонстрации и сертификации струнных технологий, средоточен добрых слов и благородных дел. В 10 часов в экотехнопарке Skyway открылась регистрация, давшая начало фестивалю. После ее прохождения желающие смогли приобрести информационные материалы о технологии Skyway и ее авторе, сделать фотографии на память в предусмотренных для этого фотозонах, принять участие в создании картины будущего Skyway, мастер-классе по игре на барабанах и других развлекательных мероприятиях, недостатков которых не было. Отдельной частью программы Экофеста была акция «Посадить дерево», в рамках которой участниками мероприятия был разбит целый сад общей площади около полутора гектаров. Однако, бесспорно, главным поводом посетить фестиваль была возможность в праздничной и дружественной атмосфере собственными глазами увидеть, как продвигается строительство экотехнопарка Skyway, Центра практической реализации инноваций Skyway, их международной сертификации и экспертизы. Ровно в полдень началось торжественное мероприятие по закладке капсулы времени, содержащие послания потомкам, живущим в эпоху, когда струнный транспорт Skyway станет частью повседневной реальности. После зачитывания текста послания оно было подписано человеком, без которого не было бы ни технологии, ни перспектив ее развития, ни самого праздника, генеральным конструктором, генеральным директором ЗАО «Струнные технологии» Анатолием Эдуардовичем Юницким. Затем капсула была заложена в специальное углубление, и на месте закладки был установлен памятный знак, ставший еще одной достопримечательностью экотехнопарка. После обеда, приготовленного из экологически чистых продуктов, показавшегося особенно вкусным на свежем воздухе и сопровождавшегося неформальным дружественным общением, в час дня участники форума были приглашены занять свои места в шатре, где началась официальная часть мероприятия. Первое слово было предоставлено генеральному конструктору, генеральному директору ЗАО «Струнные технологии» Анатолию Юницкому, который решил сделать это в форме видеообращения, а на все возникшие вопросы ответить в конце конференции. Помимо него, слово взяли живой классик белорусской литературы Анатоль Боровский, автор биографической книги Юницкого «Небесные дороги», исполнительный директор Ассоциации «Возобновляемая энергетика» Владимир Петрович Нестюк, вручивший руководителю ЗАО «Струнные технологии» свидетельство о членстве в этой уважаемой организации, насчитывающей 65 организаций-участников из разных стран и другие ораторы. В выступлениях всех участников конференции особенное место уделялось экологической составляющей струнных технологий. Приведем некоторые выдержки из них. «Если мы не будем опережать время, время нас просто задает. Поэтому я очень рад сегодня встретиться со всеми вами, и, конечно же, увидеть уважаемого Анатоли Боровича, ну и пожелать, чтобы ряды наши расширялись, чтобы все больше людей включалось в эту важную инициативу, и пожелать, чтобы у нас с вами хватило терпения, мужества и уверенности в том, что мы делаем благое дело. Спасибо. Спасибо, что вы взяли в руки будущее нашей планеты. Среди вопросов, заданных участниками форума Анатолию Юницкому, особенное оживление у публики вызвали вопросы о сроках и специфике процедуры сертификации струнного транспорта. Сертификация, на самом деле, слово этого не должно никого пугать, это достаточно простая вещь. Это значит, надо соответствовать неким требованиям. В данном случае, то, что мы делаем, оно состоит из трех составляющих. Есть подвижной состав, транспортное средство, есть эстакада, это оборудование, есть инфраструктура, станция, рамзалы, кабиналы, так далее. Строительные объекты не сертифицируются. Нигде может не сертифицироваться. У него здание не сертифицируется. Там проходит эстетиза и сдается раскладацию. Подписав акты ввода, когда следует убеденция, что все нормально. Там только надо использовать сертифицированные материалы. Допустим, арматура, естественно, у нас сертифицированная. Бетон, естественно, тоже сертифицированная. То есть элементы, которые сертифицированы, мы используем. По одесщим нормативам, а не международные, мы делаем для СУМИР, они для Беларуси, подвижной состав не всегда нужно сертифицировать. Можно объявить о том, что нам соответствуют требованиям этого места. Но мы, естественно, не просто будем объявлять, мы уже эту работу ведем сейчас, а будем через актуальные структуры показывать, что мы соответствуем требованиям подвижного состава. В данном случае мы попадаем под определение трамвая. Стальные колеса движутся по столному лицу. Вот разновидность трамвая. И поэтому мы можем сертифицировать по нормативам трамвая и использовать на более жесткие нормативы разных стран. Организации Других Наций, США, ЕС, России, Белоруссии, ну, и ряд других стран. И с каждой, с требования каждой страны доберем самое жесткое требование. И что про сертификацию? Ну, для того, чтобы войти в трассы подоследствием, нужно зайти в дверь. Естественно, в дверь должна заякать и инвалидная коляска. Потому, естественно, дверь не может быть уже 900 миллиметров. У нас дверь 1200 миллиметров. Но, наверное, мы пройдем сертификацию по этому показателю. Для того, чтобы зайти в дверь, надо зайти комфортно. В листу кольца, голову там, да, вверх проема. И поэтому, допустим, для таких вот транспортных средств, высота двери требуемого 1800 миллиметров. А у нас будет 2000 миллиметров. Именно? Мы сертифицируем. Например, одно из требований, внутри салона должны быть негорючие материалы. Естественно. Кто-то может такой в отделе бросить, чтобы что-то загорится, тем более на высаде. Мы, естественно, будем использовать негорючие материалы. Причем не то, что трудно воспламеняемо, но вообще негорючие. Металлы, ну и так далее. И, ну, допустим, по шуму. Естественно, не должно быть там шум больше 80 дБ. Ну, это достаточно серьезный шум. У нас большие себя дБ. Разница в 20 дБ, это не на 20%. Это разница в сотни раз, там, логарифисты, сказали себе. Ну, можно назвать еще другие показатели. Их много, и мы знаем эти показатели. Поэтому мы сертифицируем в любой стране без проблем. И мы в работе ведем, у нас есть служба по сутификации. Это работа ведет. По завершении конференции зал буквально порвал белорусский силач-пауэрлифтер, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Кирилл Шинко, в активе которого есть уникальные рекорды перемещения транспортных средств, среди которых самолеты, танки, башенные краны, автомобили, железнодорожные составы и карьерные самосвалы, что делает его, в каком-то смысле, нашим коллегой. Но самые интересные организаторы приберегли их для гостей фестиваля на улице, где один из сильнейших людей мира проверил на прочность ключевой элемент струнных технологий. Протащив на струне диаметром всего лишь 4 мм многотонную строительную машину, белорусский силач выразил свое восхищение инновационной технологией, высказал желание сделать фото на память ее изобретателям, а также усилил своим участием и так не слабый круг поклонников технологии Skyway. Все, кто переполняет масштабом этого проекта, когда-то кто не верил в интернет, о том, что можно покрыть весь мир и передавать информацию за секунды, общаясь по телефону, на рассказах 80-х это звучало фантастикой, фантастической рассказой. С того времени прошло не такой большой отрезок времени, и сегодня я там ушел сбыт в естественное положение вещей. Сегодня я чувствую, что я стою на пороге исторического события. Для меня огромнейшая честь лично быть знакомым с юнистским Анатолием Владовичем. Я хочу сделать личную фото и своим предкам, внукам, внучкам я буду рассказывать и гордиться этим великим человеком. Большого покорка! Ура! Ура! Прошь кайфы! Спасай планету! С такими паркурами нам никакие преграды не страшны. Но на этом развлекательная часть фестиваля не завершилась, и его участники, освежившись на свежем воздухе, получили возможность согреться, танцуя под выступления кавер-бенда «Йогурт» и певицы Анны Шалютиной, стипендиата специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. По признанию многих участников экофестиваля SkyWay «Остановить разрушение биосферы делотехники», данное мероприятие явилось значительным событием в развитии инновационной рельсострунной транспортной технологии, которую уже почти 40 лет разрабатывает Анатолий Эдуардович Юницкий. Оно стало промежуточным подведением итогов на пути внедрения транспортно-инфраструктурных комплексов SkyWay по всему миру. Его участники смогли воочию убедиться в том, что несмотря на начало строительства эко-технопарка SkyWay только в сентябре 2015 года, а также недостаточное финансирование, на данный момент уже сделано очень много, причем все работы идут согласно намеченным планам. Главная цель проведения экофестиваля заключалась в ознакомлении наших партнеров с новейшей информацией о состоянии дел в проекте, а также кратким экскурсом в историю, необходимым для того, чтобы лучше понять место предлагаемых технических решений в мире, где идет упорная борьба за право называться пятым типом транспортного средства в новом шестом технологическом укладе. Самым же большим достижением экофестиваля стало более широкое распространение информации о SkyWay, вовлечение в нашу орбиту все большего количества участников, а проект уже поддерживают инвесторы в 55 странах всего мира, что гарантирует успешность строительства эко-технопарка, апробацию и международную сертификацию рельса струнного транспорта Юницкого, обеспечив таким образом более чистое, безопасное и обеспеченное будущее нам, нашим детям и внукам. Так, друзья, ну что, еще раз добрый вечер. Алексей сейчас сделал вам, видите, подборку такую, мы специально чуть-чуть времени дали побольше, потому что это, конечно, сейчас самое главное, и вот это настроение, то есть вы заметили, что, ну, тот, кто не был, значит, друзья, тот, кто был на мероприятии, здесь мне, наверное, я даже не буду задавать вопрос, там, поставьте плюсик, или там, еще там, кто был, чтобы высказать ваши эмоции, потому что это, друзья, комментировать уже ни в коей мере не надо, это действительно мероприятие. Но чтобы для тех, кто со стороны сейчас следит и почувствовали атмосферу, то есть вот вам как раз очень много интересных было таких моментов, которые действительно воодушевили и вдохновили всех. И мы, друзья, нисколько не сомневались в успехе мероприятия, когда собираемся в одном месте, такое время, такое количество единомышленников, это не могло быть по-другому. И даже если бы, друзья, был проливной дождь, со снегом и так далее, то есть я вот уезжал из Москвы вечером, накануне, я просто был насквозь мокрый, сушился потом в поезде, и я просто с ужасом, я взял с собой калоши, я взял с собой зонт, я взял с собой запасную одежду для того, чтобы переодеваться. Так вот, друзья, я эти калоши даже не вытащил из чемодана, и чемодан даже не вытащил из машины. И здесь, друзья, я могу сказать, на уровне уже, ну, к этому можно как угодно подходить, я все-таки очень аккуратно отхожу ко всем этим мистическим или тем более каким-то вещам, но перед этим, когда там Надежда, Виктор, они делали организационные прогоны, там смотрели, как они говорят, они специально привезли строительные пушки для того, чтобы закрыть этот шатер и чтобы греть, чтобы люди там не замерзли. Готовилась специально полевая кухня с горячим чаем, чтобы люди не болели. Так вот, друзья, с утра светило яркое солнце, было абсолютно тепло, была абсолютная погода, и до самого вечера, и потом, как мне Виктор Бабурин, то есть мы на следующий день еще отработали уже на нашей конференции, которую тоже потом в конце подъехал Анатолий Эдуардович, об этом мы тоже два слова, потом скажем, именно нашей уже научно-практической конференции Skyway Capital. Так вот, к вечеру этого дня пошел дождь, и после этого 4 дня, и вот мне с Виктором разговаривал, до сих пор еще идет дождь в Нинске. Вот это, друзья, я могу сказать на уровне, вот как хотите к этому относитесь, но именно в то время, когда все собрались, когда была вот эта зашкаливающая эмоция, когда все действительно были в одном порыве, вот солнце, небо разошлось, оболканы разошлись, и светило яркое солнце. Это, друзья, тоже очень такой хороший показатель того, что мы с вами делаем абсолютно правильное дело, о том, что нам помогает все, в том числе и природа, для того, чтобы мы собрались и делали, и это, друзья, вот как угодно, вот так к этому и относитесь. Поэтому здесь я могу сказать, что у нас не было никаких насчет этих сомнений, но тем не менее, галоши, зонт и теплую одежду к смену я с собой взял, которая, к счастью, не понадобилась. И когда мы ходили с Алексеем и посетили наше дерево, которое мы с ним, у нас на двоих, даже одно дерево там посажено, вот, сфотографировались с этим деревом, посмотрели, как оно растет, вот, походили по этому саду, где уже не одна тысяча деревьев. Это все, друзья, как раз о том, что идет работа и у нас уже что-то объединяет и роднит с этим местом, потому что, я говорю, есть своя элея, свои деревья, участие, сейчас музей будет делать, там тоже у каждого будет какая-то своя частичка участия в этом проекте. И то, что я говорил перед фестивалем и как раз всем рекомендовал, и мы очень много фотографировались, друзья, именно на фоне недостроенных начала, потому что, когда будет, друзья, уже построенная опора, когда все будет ездить, то эта фотография будет, ну, как на уровне в городе вы сфотографировались на уже готовый законченный объект. А вот, когда у вас на руках фотографии, как все начиналось, когда фундамент был, когда мы фотографировались в прошлый фестиваль, на этом фестивале, когда есть уже перекрытие, когда есть опоры, промежуточные опоры, и это все уже, друзья, производит совсем другое впечатление. И когда в этот ряд вы также потом поставите уже фотографии, где это закончено, сделано, то это как раз вся сопричастность. Это действительно то, что это не то, что доказательство, что вам надо кому-то доказывать. Друзья, я думаю, не надо никому ничего доказывать, не надо пока. Просто этот сам по себе процесс сопричастности к началу строительства, он, конечно, очень и очень важный. И здесь я могу от себя лично сказать, ну и со всеми, с кем я общался, мы действительно, каждый ощущал сопричастность к этому делу. Что меня, друзья, несколько удивило на этом фестивале, мы все-таки панировали и рассчитывали на то, что люди, которые туда приедут, это уже наши серьезные партнеры, это те, кто в программе, для кого не надо никаких именно обоснований, доказательств и выстраивания такой логической цепочки, и это действительно не понадобилось. Но что меня очень сильно удивило, ко мне пошло, ну, больше, наверное, 30 человек, я даже определенную работу провел с точки зрения доведения информации, которые только-только подсоединились к проекту. И это было абсолютно новое, что все-таки мы планировали, предполагали, что приедут союзники, партнеры, которые уже очень глубоко в проекте. Это действительно так и было, но все равно было очень много новичков. И это, друзья, конечно, я за них был очень рад, потому что общий вот этот настрой, общая вот эта аура и общая атмосфера, она, конечно, сразу людей погружала, и там не то, что не было никаких сомнений, а люди очень рады, очень счастливы о том, что были в проекте. Поэтому это очень важное событие, и, естественно, что сразу я и приносил извинения, и еще привожу там, потому что, друзья, были, конечно, и накладки, у меня там было несколько конфликтных ситуаций, что навстречу со мной приехали два таких вот крутых бизнесмена, они приехали, их не нашли в список, написали очень такое некрасивое письмо, что вот мы приехали, вот так далее, так далее, вы тут, мы уезжаем и не хотим больше об этом слышать. Знаете, друзья, здесь я могу сказать, если для этих людей то, что их не нашли в списке, это оказалось единственное препятствие, в которое они не вошли в проект, я могу сказать, да слава богу, что они уехали, да лучше бы вообще не приезжали, потому что бойцы, которые там 15 минут постояли на улице, когда там сажали в автобусе, проверяли списки, друзья, мы вам говорили, что это готовят непрофессиональные организаторы, организаторы, все наши сотрудники конструкторского бюро, у каждого свой есть блок работы, да, были определенные накладки, да, чуть-чуть дольше грузились в автобус, да, не все списки согласовывались и были, ну и что, мы вышли, это Виктор с Надей быстренько организовали еще один автобус, мы его посадили в конце всех, которые приезжали, и я с Алексеем, мы в этот последний автобус, кто были какие-то либо накладки, либо нет, мы сели в этот автобус и приехали, да, крайними, ну и что, друзья, из-за того, что что-то изменилось, из-за этого что изменилось строительство экофессии, а из-за того, что два каких-то крутых перца, которые платили якобы какое-то время назад, и их не нашли, и они нашли это поводом, чтобы не участвовать в проектах, еще и обидится, друзья, да я могу сказать, а может быть нам такие партнеры и не нужны, а может быть вам и скатертью дорога, и чтобы вы туда вообще не заезжали, здесь я не могу ответить, друзья, на вопрос, мы договорились потом встретиться в Москве, я, естественно, там принес извинения, сказал, что друзья, извините, но если это для вас оказалось вот так настолько радикально, что вы приехали, а дальше сказали, мы не будем участвовать в проекте, друзья, у меня уже вызывают вопрос, а надо ли нам дальше взаимодействовать или нет, это я честно, откровенно сказал этим людям, что, знаете, что я перед вами сейчас там, извинения говорят, что теперь ради этого у вас будут какие-то специфические условия участия в проекте, нет, этого не будет, хотите, участвуйте, нет, можете еще, друзья, можете еще подождать, можете еще на что-нибудь обидеться, а потом говорить, что вот я обиделся, то, что меня в список не внесли, а потом еще, так сказать, ну что, друзья, это я могу сказать, что это мое личное к этому отношение, потому что основное, конечно, все, кто были, то есть, ну опять же, друзья, я об этом говорил, предупреждал, и все, кто там были, для большинства людей, которые там участвовали в этом процессе, все вот эти вот большие накладки, шероховатости и так далее, опять же, друзья, ну что это такое там 15 минут там грузиться в автобусе, когда девчонки молодые, которые очень сильно волновались, там согласовывали эти списки, не могли там что-то где-то кого-то найти, опять же, прошло 15 минут, все организовали, сделали процесс, пошел, и сходу там поменяли условия, но опять же, друзья, мы сразу говорили, что это у нас подготовительное мероприятие, для того, чтобы в октябре, когда будет уже там 5000 человек, когда будут большие делегации и так далее, чтобы мы более организованно работали, и это даже наработка серьезного опыта, мы сами четко сейчас понимаем, где можно усилить, где надо больше приложить внимание, где надо организационно приложить определенные вещи для того, чтобы таких накладов не было, это тоже, друзья, опыт большой, и тоже его надо нарабатывать. Но, тем не менее, еще раз могу сказать, что и здесь, я выражаю, наверное, общее мнение команды, общее мнение там потом с Анатолем Дуаровичем, мы вечером собрались с такой вот командой директоров, активно работал, мы поздравили с днем рождения, мы спели несколько поздравительных песен, кстати, родилась прям почти сходу, я могу сказать, ну, если это не гимн Skyway, то, во всяком случае, очень значимая песня, мы, конечно, не можем ее официально выставлять в чатах, мы не можем ее как показать, потому что мы просто пели, как караоке к нам подошли артисты, мы пели определенную песню, и неожиданно, само собой, мы поменяли буквально несколько слов, и действительно получилось очень хорошее и поздравление Юницкому, и поздравление... Поэтому, если мы все очень сильно потихонечку попросим и пообещаем, что это не будет в чатах подставлено как официальная позиция Skyway, то Алексей Суходоев вам, наверное, ролик в чатах на это скинет. Вот, но это еще раз, друзья, я могу сказать, давайте к этому относиться очень... ну, так, аккуратненько, и еще раз, что это не официальная позиция, это просто как неформальная форма... форма общения, поэтому давайте в чате потом, когда Алексей будет выступать, попросим, то, что он это все на телефон записал, и я могу сказать, лично для меня это, конечно, очень серьезная, ну, такая очень вещь, которая, опять же, это родилось экспромтом, спонтанно, но, как вы понимаете, самые обычные такие вещи, это спонтанно, поэтому давайте попросим в чатах скинуть, и сами посмотрите, насколько действительно было поздравление, и вот от нас, как от директоров, тоже в таком лирическом форме получилось поздравление Анатолию Ивановичу Юницкому. И дальше мы здесь уже могу сказать, что мы очень долго потом общались, для Юницкого это был действительно праздник, и он искренне благодарил там и всех, кто приехал, и команду директоров, и кто активно именно работает с нашей партнерской, это действительно веха в жизни, мы действительно сделали очень такой большой серьезный подарок, что смогли это все организовать, и самое главное, благодаря нашей работе все это состоялось, поэтому однозначно могу сказать, что все получили серьезный заряд бодрости и работы, и после этого дальше я уже могу сказать, что какое количество людей там и познакомились, пообщались, и уже пишут, и мы сегодня начинаем новые, ну там, вехи, и то количество партнеров, которые сегодня уже начинают приходить, это все говорит о том, что, друзья, мы делали, делаем, и дальше продолжаем делать, очень нужное, важное дело, и сегодня у нас все, ну опять же, тут это не совсем правильно, что все получается, хотя бы даже из того, что эти два кренделя уехали, которые там, так сказать, обиделись на то, что значит не все все-таки получается, ну что, в общем-то, наверное, так страшно, но в октябре, здесь я могу сказать, что уже, друзья, мы начинаем реальную работу по подготовке октябрьского форума, и здесь уже без всяких лишних слов можно сказать, что октябрьский форум, это будет уже не то, что веха, это будет основной этап, к которому мы шли, вот эти долгие там три года, которые сейчас запускали краудинвестинг, и низкий к этому шел все 40 лет, к которым подходим, поэтому, форум в октябре, это будет наш общий, друзья, экзамен, мы к нему будем очень серьезно готовиться, мы уже начали определенные подготовительные работы, и здесь уж я могу сказать, что, друзья, такого события пропустить, ну, наверное, уже не каждый из партнеров, и кто себя считает соучастником Skyway, пропустить такое событие, поэтому давайте уже к нему подойдем осознанно, спокойно, но, тем не менее, как к празднику именно октябрьскому фестивалю Skyway, потому что это, друзья, по значимости, конечно, будет событие несопоставимо, то, что было в октябре, сейчас в апреле, просто несопоставимо, это другого уровня, другого качества, и с другими целями и задачами, к этому времени у нас уже будут запущены адресные проекты, в этом у меня сегодня уже нет никаких сомнений, что с такими партнерами, как сейчас у нас есть в руководстве Чеченской Республики, как у нас сегодня в Дагестане, как в Красноярске, в Сочи, активно сейчас работа идет в Монголии, вы видели, кто участвовал на конференции, какая была у нас серьезнейшая делегация из Чехии, Бенгрии, Словакии, это действительно люди, которые подключились и сегодня формируются активнейшие структуры в этих странах, они очень активно развиваются и сегодня уже становятся серьезной такой подспорью всему проекту, мы очень много общались, и в тот вечер, когда поздравляли Анатолия Дуарча, и на следующий день в офисе тоже он для них специально через переводчика сделал такую азы, именно со своей точки зрения, как генерального конструктора видения конференции, это тоже все дало определенный такой толчок, и по мере того, что хоть мы там и слабо все разговаривали на славянском, на ленгерском языке, но тем не менее, я могу сказать, что общение и контакт был очень интересный, и мы дальше продолжаем эту работу, и вебинары, которые у нас идут на ленгерском, на словацком языке, они сейчас выйдут на новый уровень, потому что мы договорились об очень интересных шагах, которые будут дальше двигаться. Поэтому, друзья, это абсолютно сейчас правильная вещь, и мы с вами прошлый вебинар с Алексеем именно посвятили подготовке, когда мы говорили, к чему мы готовимся, как сегодня, естественно, что это основная тема, это уже как результаты, и сейчас еще будут появляться и появляться дальнейшие ролики и отзывы, сейчас пойдет целый конкурс, такой запущен, чтобы люди именно дали свое восприятие. Я делюсь своими впечатлениями и ощущениями, Алексей, как всегда, покажет свое видение, всегда отличное от нескольких других, потому что он, как молодой, талантливый человек, всегда дает свои взгляды на... Вот так, в Ирландии идет ли еще проект SWIG? Да нет, друзья, опять же, что мы начинаем все делить, это очень много как раз обсуждалось на фестивале, что, друзья, вот это все деление, когда SWIG, капитал, там, корневая, не корневая, друзья, мы всегда это подчеркивали, говорили, это точка входа. Мы все с вами являемся акционерами одной компании, у нас с вами в реестре все одни акции. Поэтому как можно делить что-то на фонды, которые там... Ну, это все равно, друзья, что сказать, что дилер, который продает Мерседес в одном городе, он что-то делает другое, чем дилер, который продает эти же Мерседесы. Поэтому, друзья, это глупая абсолютно постановка вопроса. Делить это неправильно. Есть абсолютно разные фишки, как сегодня принято говорить, то есть определенные акценты, на которых делается для точки входа, для доведения информации, чтобы человек стал акционером. Делить это глупо. И кто пытается разделить, мы это не разговаривали, друзья, это люди, которые вносят какие-то другие цели и задачи в наше сообщество. Мы все объединены одной целью и задачей, это строительство Skyway. Мы с вами являемся акционерами одной компании, перед нами обязательство, есть человек, который все это запустил. Все остальное, друзья, это глупости и это неправильно. Нет, друзья, я даже не хочу комментировать по поводу того, кто там что пытается делить. Никто никого не делит. И самое главное, что все были на фестивале, у нас там было очень много людей из СВИГа, с которым мы работали уже не один год. И все мы были абсолютно счастливы, что увиделись, что поучаствовали в этом деле. Поэтому, друзья, у здравомыслящих нормальных людей нет никакого разделения. Еще раз повторюсь, что тот, кто пытается что-либо внести, а тем более акцентировать на этом внимание, эти люди, которые преследуют какие-то другие цели и задачи, еще раз повторюсь, другие цели и задачи, нежели развитие проекта Skyway. И я это говорил, говорю и буду дальше говорить. Поэтому давайте здесь... Так, были ли у вас договоры в Израиле? Да, у нас очень активно сейчас идет формирование команды в Израиле. Там сейчас готовится к запуску управляющая компания. Буквально через две недели будут очень большие переговоры здесь в Москве с представителями именно команды. И я думаю, что до конца этого года проект между Тель-Авивом и Илатом приобретет такие серьезные очертания, которые дальше будут подпроводить. Так, в Самаре, значит, друзья, по Самаре активная работа идет. Я как раз говорил, что завтра в 12 часов в экспо-центре, это в Амкаде, находится, я буду делать завтра доклад. Мы постараемся его с организаторами попробовать запустить его через Перископ, чтобы он ушел в Твиттере к трансляции. И как минимум сделаем еще запись для того, чтобы показать репортаж. И там как раз я буду уже выступать и презентовать проект первого струнного транспорта в Самаре как проект, согласованный с мэрией. Поэтому, видите, как это ни странно звучит, но на эко-транспорте, на конференции мы будем представлять уже самарский проект. Поэтому, который занимается... В Самаре идет про проект, которым занимается Сергей. Но если имеется в виду Сергей Феофанов, то да, это Сергей Феофанов, это член нашей команды, мы активно работаем. И, соответственно, именно этот проект, и, скажем так, готовилось к выступлению его, но по разным причинам он попросил, чтобы этот проект презентовал именно я. Для этого фестиваля. Я, конечно, после сегодняшней поездки и за вот эту неделю количество перемещений я был не в восторге от этой мысли. Но, с другой стороны, раз Skyway требует, значит, приходится решать. А как раз в пятницу я буду как раз опять на встрече с крупными инвесторами, которые сегодня обсуждают и готовится очень большая программа по Монголии. Вплоть до того, что не исключено, что в ближайший месяц-полтора будет встреча Юницкого как президента группы компаний Skyway с президентом Монголии именно для того, чтобы запускать проект. Но это, друзья, несколько такая опережающая информация. Вы уже заметили, наверное, что так как у нас есть много информации, которая идет уже коммерческого плана, мы вам доводим только то, что в принципе надо знать, но не вредит развитию бизнеса, развитию именно коммерческих, ну, уже таких бизнес-проектов. Поэтому сегодня, так как уже идет оформление виз и оформление согласования на уровне протокола, то это уже шило в мешке не утаишь, поэтому мы эту информацию сегодня доводим. По работе с Австралией на конференции второго дня 24 апреля 24 числа Виктор Бабурин довел полную информацию, он рассказал очень доходчиво и развернуто о том, какая работа идет в Австралии, о том, какая делегация планирует сюда приехать, какие проекты запускаются. Даже первый проект обозначил, так что по Австралии, я думаю, что сегодня есть вся исчерпывающая информация, поэтому можете тоже посмотреть записи выступления Виктора Бабурина, соответственно, так по условиям сохранения рассрочки декабрьской, пожалуйста. Ну, давайте, ах, тут Морозов и Игорь про Литвой. Ну, друзья, я могу сказать, что отношения с Литвой самые деловые, то лишь мы судимся. Наши юристы готовят иски, работают, общаются и, соответственно, идет абсолютно юридическая работа с правительством Литвы. Сразу задают вопрос, получим ли мы результат, этого не знает никто. Мы все-таки настроены, позитивно и считаем, что здравый смысл и наши деловые отношения выйдут на четкие понимания, какие суды у правительства Литвы. Но, друзья, как вы понимаете, с той, как бы я сказал, очень странной демократии, которая есть в Литве, гарантировать здесь ничего не можем, но, тем не менее, мы этот вопрос доведем до кона. Во всяком случае, о том, что правительство Литвы и народ, который его поддерживает, очень серьезно пожалеет о том, что Skyway развивается не в Литве, а в Беларуси, это, друзья, я думаю, вот эту цель мы обязательно достигнем. А удастся ли нам доказать о том, что идиоты, идиоты, и для того, что нельзя отбирать чужие деньги, их надо отдавать, это, друзья, уже не наш вопрос. Здесь мы сделаем все, у нас работает профессиональная команда, которая это сделает. Так, в Кыргызстане планируете ли адресный проект «Шелковый путь»? Обязательно. С Кыргызстана сейчас очень интересная большая команда. И в Кыргызстане как раз по той логике туристических кластеров, которые мы закладываем, то есть я в конце лета должен был ехать в Кыргызстан, но по разным причинам, от меня независящим, я туда не поехал. Но я могу сказать, что по той логике, которая сейчас закладывается в Чечне, в Кыргызстане, вообще на Северном Кавказе, то есть создание вот таких вот туристических кластеров, я думаю, что в Кыргызстане мы вернемся обязательно к этому проекту и на Иссыкуле, и через Чемблак, и через Медео. Там интереснейший проект, и я думаю, что мы обязательно к нему вернемся, несмотря на то, что его на какое-то время по независящим от нас причинам притормозили. Так, а с кем в Чечне и о чем были переговоры, Алекс? Ну, так сказать, ну мы дадим полный отчет, мы встречались еще раз, я говорю, с министром транспорта, с министром экономики, с премьером, вице-премьером, и сейчас наша активная позиция, мы готовим презентацию проекта для главы Чечни Рамзана Кадырова, для того, чтобы он поддержал этот активный проект. Для этого мы специально выезжали на места, где уже будет планировать этот проект, но это то, что касается, еще по Чечне, к Дагестану повторить новости. Ну вот Ольга только что повторила. Так, когда будет смена дисконта, то, что мы говорили. Значит, друзья, как и обещалось, и говорилось, что у нас май месяц, это будет четко выставление новых условий, вам расскажут, как, что дальше будет развиваться. В конце мая, в начале июня будет существенная смена дисконта, и это, друзья, абсолютно правильно, потому что к этому времени у нас начинает стартовать уже ряд управляющих компаний, которые продвигают конкретные проекты. Раз. Второе. Мы подходим уже к очень осязаемым результатам с крупными инвесторами, которые реально рассматривают уже о том, чтобы взять основную тяжесть, финансируя на себя. Это два. И третье, друзья, мы все-таки приближаемся уже очень быстрыми темпами к демонстрации, к тому, чтобы технология стала осязаемой, поэтому дисконты должны быть снижены. И в третий момент, друзья, мы как раз май планируем отвести на то, чтобы кто хочет войти и получить длинные рассрочки вплоть до того, что на весь 16-й год, вы можете себе это сделать, и дальше уже смена дисконта, либо совсем закрытие финансирования с краудинвестинга, для вас это никак не коснулось, все обязательства, которые вы на себя и компания перед вами взяла, то есть вот по этим длинным рассрочкам, чтобы она, соответственно, сохранялась. Для нас почему это очень важно? Таким образом мы можем спланировать ежемесячный объем инвестиций, которые будут с точки зрения длинных дисконтов, это для нас очень важно. А для вас, друзья, это как раз определиться, на какие силы и возможности мы сегодня совместно с вами будем двигаться. Это крайне важно финансовое планирование, потому что сегодня по мере того, как увеличивается объем работ, финансовое планирование становится очень важным ключевым звеном, потому что сегодня очень многие делать работы, не понимая финансовой подушки, которая сегодня есть, невозможно. Поэтому эта работа сделана специально, сознательно, о ней очень много говорилось на фестивале, мы об этом еще будем весь месяц этот говорить, готовя к тому, что, друзья, мы с вами должны четко, каждый определится, какие мы дальше запускаем программы, насколько каждый может участвовать, чтобы каждый из вас взял на себя обязательства по поводу ежемесячных инвестиций, потому что это очень важно, а компания берет на себя обязательства на весь период действия этих рассрочек сохранить соответственно обязательства, которые есть, несмотря даже на то, что для новых вход будет значительно на других условиях, и вплоть до того, что если финансирование перейдет уже на другие русла, другие рельсы, чтобы те обязательства, которые мы с вами заключим, и вы, соответственно, возьмете в себя, чтобы они сохранились. Ну вот, друзья, то, что это касается. Можно ли продать часть акций в конце года, то есть будет ли внутренний рынок? Да, сегодня эти вопросы ведутся, и я могу сказать, что это не инициатива нашей компании, просто мы знаем об определенных, ну скажем так, подвижках, определенных фондов, но здесь, друзья, я могу сказать, это будет с одним нюансом. Эти фонды, которые сегодня собираются выкупать, они ориентируются на того, будет ли закрыт вход в корневую технологию. И здесь я вам точно могу сказать, что как только мы объявим о том, что закрыт вход в корневую технологию, то как минимум два фонда сразу начнут скупать эти обязательства, потому что это сразу будет индикатор того, что эти обязательства будут резко увеличиваться в цене. И здесь мы вам говорили, и будем продолжать говорить свою позицию, мы не рекомендуем этого делать, потому что это сразу потеря денег для корневой компании, это раз. И второе, что вы всегда должны оценивать о том, что как только закрыта корневая технология, и их начинают скупать спекулянты, а это никто и не их, те, кто сегодня по дешевке будут выкупать, и мы вам можем сказать, что через определенное время, буквально менее этого года, вы очень серьезно выиграете, если не продадите, неважно даже по каким ценам, свои обязательства. Это наша позиция, но принимать решение каждый из вас будет самостоятельно. Здесь вот этот автомобиль, который не раз показывался, это, друзья, конечно, очень впечатляющие, хорошие вещи. Чем больше таких автомобилей будет у нас передвигаться по нашей стране, и вообще по миру, тем, друзья, лучше. Ну все, друзья, на этом я свою часть сейчас заканчиваю. Передаю слово Алексею Суходуеву, он вам расскажет свое видение, свой взгляд на... принимал активнейшее участие и организаторское участие, соответственно, Алексей, тебе слово. Сергей Анатольевич, дорогие друзья, ну, так скажем, расширенно, развернуто я дал свою точку зрения на дневном вебинаре, то есть я думаю, может быть сегодня, может быть завтра уже будет выложена запись. В первой части дневного вебинара была запись примерно на час. Я рассказал о том, что нас ждет, о новостях, свою точку зрения, об Экофесте. Что я могу сказать, дамы и господа, чтобы сильно не растягивать, потому что время, так скажем, вечернее у тех людей, кто в уральской части, я думаю, что досмотрят обязательно вебинар до конца. Но я хотел бы обратить ваше внимание, дамы и господа, на то, как вообще быстро меняется время в нашем проекте. И насколько быстро развивается наш проект, буквально по трем фотографиям. Это очень важно, это крайне важно, я бы сказал. И вернемся в прошлое, скажем, и перейдем на закладку именно капсулы времени. То есть первые капсулы времени. Посмотрите на то, что происходит на фотографии вокруг. То есть тогда еще не было разровненной территории, тогда не были вырублены деревья, и тогда, собственно, были бурьяны, заросли. И ни о каком благоустройстве на тот момент экотехнопарка и речи не шло. Это было только в планах. И тогда, в августе 2015 года, соответственно, была заложена капсула времени. Это три капсулы времени, то есть на 5, на 15 и 30 лет, если я не ошибаюсь. И был заложен первый куб бетона. То есть мы, как говорили, как и обещали Сергею Анатольевичу, символически, естественно, не упахиваясь, символически помешали бетон и положили по лопате бетона на заливку первой опоры, кстати, именно вот эквивалентного ограждения, которое вы сейчас видите. И тогда все было запланировано, и я могу сказать, что мы движемся абсолютно по планам, дамы и господа. Что происходило потом? Тоже, чтобы понятно было, настал октябрь, то есть это закладка нулевого километра. И я неспроста делаю такие фотографии, всем рекомендую делать фотографии, когда вы посещаете экотехнопарк на фоне стройки, чтобы потом вы своим партнерам быстро и легко очень показывали, как развивается строительство и, соответственно, как развивается, бурно развивается именно наш проект. На закладке нулевого километра, соответственно, только был залит фундамент, только, вы видите, вот первые арматуры, которые торчат, и только готовилось строительство анкерной опоры, совмещенной с транспортно-логистическим узлом станции. И, дамы и господа, на самом деле, вот вы видите фотографию с октября, и перенесемся то, что сейчас происходит в апреле, фактически вот недавно, так скажем, произошло, и намеренно я сделал такую фотографию также, опять же, Сергея Анатольевича, потом для понимания, для визуализации я быстро пролистаю те фотографии, которые есть. То есть вот такое сооружение появилось. И я всегда привожу сравнение, вот новичкам, с кем общаюсь, живет в Челябинске в первую очередь. На самом деле, вот, как бы, возле спортзала, в которые я хожу три раза в неделю, строят не на деньги народного финансирования, но на конкретные частные и государственные инвестиции, бюджетные инвестиции, достаточно, как бы, не такой бассейн-сооружение, он строится медленнее, чем строится на народное финансирование, соответственно, наша инфраструктура Skyway. И я могу сказать, да, что, скорее всего, возможно, символично можно именно говорить о том факте, что вы видите на объявляется станции три буквы А. Кто-то читает АВА, но я вижу здесь три буквы А. А три буквы А – это в страховании, соответственно, высший индекс и показатель качества, надежности инвестиций, безопасности. И также в финансовом мире – это такой же показатель незыблемой железобетонности вашего участия либо в финансовом, либо в институционном, либо в страховом каком-либо проекте. Я думаю, что это неспроста и либо так задумано, но в первую очередь, естественно, все выстраивается с инженерной точки зрения. И посмотрите, дамы и господа, еще раз, то есть как развивались события август, октябрь, потом апрель и снова апрель. То есть результат виден на лицо абсолютно. И никто, никто не скажет, что строительство ведется медленно. И менее чем за полгода было сделано, чему восхищались на самом деле. Я общался с инженерами, с конструкторами, со строителями. И строителями в первую очередь было интересно пообщаться, потому что они говорили, да, строится быстро, и да, у вас уникальная технология, она простая к монтажу, она простая к строительству, да, и вы сможете реализовывать данный проект на любом типе рельефа, местности, как мы это говорим в вебинарах. И опоры будут совершенно различны в зависимости от применения. Но, дамы и господа, я могу сказать, что фактически во многих регионах уже инфраструктура под опорой частично так вот визуально готова. То есть это фонарные столбы, и на самом деле фонарные столбы, как вы все понимаете, по геометрии расположены, то есть либо по прямой, либо чуть-чуть наискосок. И если заменить, к примеру, фонарные столбы, пойти по этой логике, то легкую прогулочную спортивно-экскурсионную трассу мы легко разместим. Дамы и господа, что хотелось бы отметить на данном вебинаре, то, что я могу сказать, и об этом сказал Виктор Бабурин, что легкую прогулочную спортивно-экскурсионную трассу, передавайте это всем партнерам. Мы постараемся построить в рекордно низкие сроки. Виктор, конечно же, по своему юридическому занятию и в прошлом, и в настоящем. Имеет такую черту, говорите, и правильную черту, я эту черту обязательно заимствую, несмотря на то, что иногда хочется рассказать раньше времени. Но сейчас настал, когда многого рассказывать до свершения тех или иных обстоятельств мы не будем. И то, что вы знаете, то, что вы видите, максимально передавайте эту информацию, потому что эта информация достоверная. И, соответственно, легкая прогулочная трасса будет начинать строиться слева, если вы стоите, соответственно, вот так вот, лицом к опоре. И она будет построена в рекордно низкие показатели сроки, потому что будут совершенно другие бригады действованы, будет совершенно другая техника. Это будет уже, если и так было профессионально, это будет сделано супер профессионально. В рекордные показатели, в образцовые показатели Мы не стремимся покорить книгу рекордов Гиннесса, этим занимается Кирилл Шимко, и вы видите, как этот замечательный атлет, замечательный силач, и, кстати, Кирилл Шимко тягал, у меня, к сожалению, не было времени, ожидая видео посмотреть, как он тягал, собственно, на струне именно тяжелую технику. Я думаю, что это видео взорвет интернет и станет вирусным, и, дамы и господа, могу сказать, что если такие активисты, как Кирилл Шимко, это рекордсмены книги рекордов Гиннесса, к нам присоединяются, если сейчас происходят договоренности с Чеченской республикой, с Красноярским, и что примечательно, в Красноярске тоже наш активный партнер, я думаю, в будущем на вебинарах мы его пригласим обязательно. Сейчас начинаются активные первичные действия, конкретные по Красноярскому краю, и, что примечательно, мне вот в Вайбере мы всегда на связи, сбросил этот человек, что, Алексей, ты не поверишь, но в день, когда именно вот начинаются конкретные действия по адресным проектам Красноярского края, это более трех адресных проектов, и о них мы расскажем на вебинарах при конкретике, засветила радуга. И это, дамы и господа, хоть как понимаете, хоть как представляете, хоть как с чем-то ассоциируете, но это имеет место быть. Я привел такое сравнение на дневном вебинаре туда, куда касается рука Анатоли Эдуардовича Ницкого, касается рука SkyWay, струнной технологии, все каким-то образом, магическим, сказал образом, начинает идти в нужном русле, в правильном направлении, потому что, наверное, действительно, сила такая именно вот не человеческая у проекта SkyWay, и направлен он на реализацию именно на всю планету, поэтому некие силы свыше, естественно, я абсолютно уверен, что это божественные силы, то есть я по вере православной, и могу сказать, что ведет нас как вера более чем 300 тысяч людей по всему миру, так и вера истинного изобретателя, конструктора, который отказался от своих множественных изобретений. Я всем рекомендую ознакомиться, прочитать, кто желает, купите книжку «Юницкого небесной дороги». «Дороги» Анатолий Боровских написал эту книгу, и, соответственно, там изложено все четко и понятно, каким образом путь был пройден и куда мы движемся. На каждом вебинаре я буду напоминать новичкам, что после струнной дороги мы не остановимся, после того, как мы окутаем, в лучшем смысле этого слова, именно создадим сеть, не то что паутину, хотя к паутине имеет отношение, но паутина это больше виртуальная такая сеть. У нас будет именно сеть дружественная, объединяющая континенты, объединяющая мир, сеть Транснет, за которой уже будет идти общепланетарное транспортное средство. И, дамы и господа, что-то мне подсказывает, что мы это сделаем пораньше. И вот личный вопрос к Анатолию Эдуардовичу «Юницкому» был, когда вы видите реализацию именно ОТС. Ответ был примерно 20 лет. Но, дамы и господа, именно посредством народного финансирования я могу сказать, что это можно сделать раньше, но мы не сделаем этого раньше. Однозначно, чем не будет создана сама технология и опоры, не могли быть построены за неделю, за две недели. Естественно, существует какой-то промежуток. Существуют логистические процессы. И на сегодняшний день мы ждем элементарно, дамы и господа, поставку стройматериалов, которые идут с Европы, не с России, потому что цена металл, допустим, на металлоконструкции ниже в других странах, чем в России, к сожалению, либо к счастью. Но ЗАО «Струнные технологии», отдел компоновки, логистический отдел, поставки и так далее, выбирает лучшие варианты и лучшую оптимизацию непосредственно для сохранения и уменьшения возможного максимального эффекта именно в виде реализации наших инвестиций в железе, в бетоне, в опорах, в станциях. И скоро будет, с другой стороны, построена анкерная опора. Она будет построена значительно быстрее, чем анкерная опора, совмещена с транспортно-логистическим узлом, потому что более простая конструкция. И я думаю, что это немаловажно, и это очень приятно осознавать, что юнибайки также поедут осенью 2016 года, несмотря на то, что эта концепция развития была предпринята только недавно. Но, дамы и господа, предпринято было очень вовремя, как точка входа и как найст стратегии развития рынка Skyway. И, соответственно, ожидаем металлоконструкции. Я думаю, что бурный взрыв просто и рост инвестиций возникнет, как только будут натягивать струны, потому что люди, которые наблюдают за проектом и в нем сомневаются, а есть такие люди, дамы и господа, которые до сих пор думают, что это просто столбики установили, что ничего натягивать не будут, вот, соответственно, посмотрят, и тогда уже не будет сомнений. Но, естественно, у кого-то это останутся сомнения до самого крайнего момента, когда поедет юнибус, когда поедет юнибайк. И, друзья, хотел бы также именно оповестить вас о близлежащих мероприятиях в Москве. Сейчас мы прорабатываем с Сергеем Анатольевичем и еще с активистами, с коллегами по Skyway активную работу в Москве. Сергей Анатольевич будет выступать в университетах, Сергей Анатольевич будет выступать на еженедельных конференциях. Поэтому те, кто проживает в Москве, я думаю, что вы будете рады и счастливы развивать наш проект в Москве непосредственно в месте вашего проживания. И это очень удивительно. Меня, если честно, это немножко смущает, что Сергей Анатольевич проживает в Москве, а регион не находится на преобладающих позициях. И есть Коломенский парк, есть очень-очень многое, что связано с историей развития Skyway. Есть московская агломерация, которая именно в векторе развития была предпринята в планах на экспертном совете при Министерстве транспорта Российской Федерации. Есть много-много очень сильно интересного. Давайте поставим цель при активном участии в конференциях Москвы в Московской области лично Сергея Анатольевича. А я буду лично следить, чтобы Сергей Анатольевич не ленился посещать, даже когда очень занят данные мероприятия. Давайте поставим небольшую цель достижения 100 тысяч инвесторов, 100 тысяч участников даже в Москве и в Московской области. Потому что это абсолютно реально при той движущей силе, которую, собственно, будет Сергей Анатольевич передавать ту энергию и мощный посыл, мощный вектор непосредственно на территории уже своего родного города. И, дорогие друзья, немножко также продолжит Сергей Анатольевич уже про события, а я подготовлю скрины документов, которые будут завтра. Естественно, у нас развивается все настолько быстро, что мы даже не успеваем создать новости, потому что события развиваются суперстремительно, а я думаю, что в ближайшее время будут развиваться 10-20 событий одновременно по всему миру. Потому что строить SkyWay, спасай планету и дай дорогу в мир Транснету. До скорых встреч, дорогие друзья. С вами Алексей Скудоев и Сергей Анатольевич Сибиряков. Сергей Анатольевич, вам слово. Да, друзья, спасибо. Давайте сейчас уже будем так заканчивать, потому что я ищу после практически третьей уже бессонной ночи весьма, так сказать. Сейчас Алексей покажет вам приглашение, я просто ему буквально пока он выступал, сейчас бросил приглашение на завтрашний экофорум от правительства Москвы. И, соответственно, завтра приглашаем всех с 12 до 13.30 в экспоцентре, это город Красногорск, ну это на МКАДе. И, соответственно, у кого есть желание, возможности, приходите, приглашайте. То есть, естественно, что это не стоит какой-то обязательной вещь, потому что мы это сейчас делаем в таком быстром порядке. Более того, как сказал Алексей, что он там определенные действия, чтобы я выступал на таких форумах, потому что я еще, честно говоря, сегодня утром не предполагал, что, вернувшись с командировки, я завтра поеду выступать. Тем более, у меня завтра еще одна будет после обеда встреча. Я могу сказать без лишнего привлечения с одним из мировых лидеров сетевого бизнеса, вот именно бизнеса MLM, который высказал желание о том, чтобы я ему рассказал о технологии Skyway, а он посмотрел, как это можно наложить на те возможности, которые есть сегодня в их структурах, в их работе. Поэтому у меня завтра будет до обеда презентация на эко-транспорт, чистый воздух, в департаменте правительства Москвы. После обеда встреча с очередным очень мощным сетевым лидером, который рассматривает возможность участия именно в нашем проекте Skyway. Так, Кузбасс нужен или нет? Нет, Кузбасс нам нужен, друзья, всегда. Вот поэтому, тем более, что к Кузбассу мы тоже имеем определенные какие-то отношения. Поэтому здесь через некоторое время, друзья, нужно сказать, что проект Skyway пойдет во всех регионах, во всех направлениях, а не только в России и СНГ, но и во всем странах. Все-таки с Шевченко, нет, я могу сказать, что с Сергеем Шевченко мы пока так, мы общаемся периодически, переписываемся, но он пока не может себе перейти, такой момент, чтобы перейти сейчас на Skyway. Но, опять же, друзья, это все вопрос следующий. Да, Вячеслав, я тоже могу сказать, что не факт, что Шевченко все это растет, тем более, что, я говорю, он такой весьма своеобразный лидер. Нет, а это действительно те, кто стоят уже именно в международной системе. Ну вот, друзья, давайте, это сейчас на регистрацию Алексей сбросил документы, это, я так понимаю, на завтрашний, на завтрашний, а нет, это не совсем, на завтрашний УНР, так, можно где-то посмотреть из каких. Ну, здесь, друзья, я могу сказать, что у нас всего более, уже к 50 странам мира приближается до количества акционеров, а из каких стран, ну, мне сейчас трудно назвать, из каких стран не были у нас акционеры. То есть, были и из дальнего зарубежья, такие, как Америка, Нью-Йорк, Англия, Франция, Испания, не говоря уже о всех прибалтийских странах, наши норвежские, как мы их называем, викинги. То есть, здесь, друзья, что произносить сейчас, что вам даст, из каких 40 стран были, то есть, из многих, поэтому здесь, друзья, этот период даже не так сейчас, как ваш. Хотя, в принципе, может быть, и подготовим список, а то есть, когда по Чечне будет отчет, уже более интересно. Так, ну, здесь, друзья, по Чечне договорились так, что мы, это все-таки идут подготовительные встречи, основная наша задача, это презентация руководителя Чечни, и это будет, я думаю, до конца месяца, до конца мая. Вот, соответственно, наша задача подготовить, сделать и выйти дальше на следующий ряд проектов, которые мы начинаем готовить. Я думаю, что за май мы это сейчас сделаем и подготовим. Так, да, это, друзья, у нас делегация, сейчас Алексей показывает, это делегация как раз у нас в Венгрии, Чехии и Словакии. Выставка в Москве, я думаю, ваши тоже должны поучаствовать, и правда, наверное, все должны были немцы, итальянцы, чехи, словаки, поляки. Да, там точно, так сказать, еще много, много, много кого. Давайте, друзья, у нас еще для этого есть ряд и чатов, и где можно обмениваться информацией, где можно, можно ли быть акционером в США, акции как оформляются. Здесь сразу могу сказать, что, друзья, по штатовскому законодательству, это мы обсуждали, практически невозможно участвовать в нашем проекте, но так как у нас в основном русскоговорящие, те, кто участвует в проекте, то они все действуют через наш личный кабинет, и, соответственно, таким образом они заходят инвесторами из Соединенных Штатов, из Америки, но фактически действуют просто как частный инвестор через личный кабинет, и таким образом мы обходим все проблемы, связанные с штатовским законодательством. Вот, и это, кстати, друзья, очень интересная такая тенденция, что у нас очень много сейчас задают вопросов там с Белоруссией, еще с рядом с тем, что как акционером мы можем стать, если законодательство, допустим, Белоруссии владеет, запрещает это делать, и здесь как раз, друзья, с тем, что если вы это делаете через интернет, через личный кабинет, то очень, друзья, тяжело сегодня официальным органам доказать, либо предъявить какое-то, ну, скажем так, несоответствие закону. Поэтому здесь, конечно, мы не говорим, что мы призываем всех таким образом участвовать в проекте в обход законодательства, об этом даже, друзья, не может быть и речи, но мы столкнулись с тем, что те наши соотечественники, которые живут в Соединенных Штатах и инвестируют через личный кабинет, то никакого противоречия штатовскому законодательству здесь нет. Здесь вот такой, друзья, очень интересный нюанс, который мы увидели сейчас. Так, про Берлин, да, естественно, друзья, в Берлине у нас будет конференция, поэтому мы сразу всех приглашаем на эту конференцию, это свободный доступ, естественно, что на саму выставку там, где будут презентоваться технологии, это будет, во-первых, платный вход, а во-вторых, там с определенной регистрацией, а там, где будем проводить мыть свою конференцию, это, естественно, уже, друзья, совсем другая песня, это будет наше внутреннее, скажем так, мероприятие. Получить на руку или они хранятся в компании. Ну, друзья, я не знаю, если вы мне скажете, что такое сейчас акция, допустим, Фейсбука или Газпрома, которые в основном все имеют только электронный реестр, то, наверное, это, если вы хотите задать вопрос, можно ли сертификат получить на руку, однозначно, друзья, да, если вам этот сертификат греет душу, то, естественно, можете его заказать и получить себе на руку. Там будет Илон Маск. Да, Илон Маск на конференции в сентябре будет обязательно, более того, мы готовим к нему сейчас ряд предложений и будем обсуждать один уже совместный проект, который мы хотим уже именно запускать и как Skyway, и Юнит, и как русский инженер, и Илон Маск именно как лидер сегодня в таком инновационном мировом движении, чтобы после этой конференции у нас возник именно совместный проект. И это тоже наше такое интересное внутреннее пожелание, которое, я надеюсь, когда-нибудь будет, соответственно, реализовано. Ну все, друзья, давайте, Алексей, а вот те, по поводу приглашения на завтрашний форум, там просто стоит адрес и время, я вот то, что сбросил, то самое, то есть можно его поставить. И, соответственно, еще, тут было пожелание, я бы тоже поставил одну песню, которая у нас была на прошлом вебинаре, которую один из наших таких активнейших партнеров записал и сделал, то есть тоже поставить ее вот под завершение, пока не все еще у нас ушли с вебинара. Так, Тамара, песня, гимн, песню, гимн, давайте все-таки мы сейчас не к вебинару ее привяжем, а Алексей выложит запись в наших чатах, именно тех, которые он ведет, и через эти чаты вы сможете это посмотреть, сделать, потому что это все-таки очень такой специфичный вопрос, вот, и мы бы не хотели, чтобы это шло как официальная позиция, тем более на вебинарах, которые смотрят потом по несколько тысяч человек. Поэтому давайте, кого это заинтересует, мы обозначили к этому интерес, я думаю, однозначно это всем будет интересно, но все-таки эту информацию будем распространять именно таким нашим внутренним частным порядком, чтобы это все-таки была наша информация, а не официальная позиция, потому что, как вы понимаете, вебинар, он все-таки ко многому обязывает, потому что это официальная позиция. Так, про монету скажите, ну тут про монету говорилось уже так много, и Алексеем, и Юницким задавали ему такой вопрос, поэтому здесь уже вопрос просто не там. Алексей, ты сможешь поставить? Ага, так, вот это департамент природно-охружающей среды города Москвы, то есть это вот приглашение, которое сегодня есть. Там на второй странице, Алексей, есть адрес и, то есть вот документ, который приглашали. И, соответственно, это единственный, друзья, вопрос, почему, да, вот место проведения с 12 до 13 часов, 28 числа, место проведения корпуса Экспо. И это вот как раз так, как это именное приглашение, я его не мог проигнорировать, и поэтому завтра придется идти и делать доклад на Экспо-центр. Вот, ну я думаю, что такая работа, она все-таки очень и очень такой результат дает. Ну все, друзья, давайте на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что вы, многих из вас, я уже знаю, которые участвуют в Экофесте и в наших семинарах, конференциях, вот, о том, что мы поддерживаем и двигаем этот проект, это тоже для нас, для всех очень важно. Ну и дальше, друзья, стройте SkyWay, спасибо.